здарова народ и необычное немножко видео дженнику с недавно выпустил видос ну как бы и раньше было такое да это за дополнение легко узнать или типа ремейк первое видео по файтинг глоссарий надо какое слово до замудренное пояснение файтинг терминов часть 1 хочу все рассказать по поводу этих файтинг терминов и немножко прояснить всю эту херню которая вокруг них творится получается человек пытается обыдлячить народ который не понимает всю эту парашу то есть смотрите сейчас вам тут покажу немножко медиум идет всякая хуйня тут хай кстати медиум почему-то мид написано почему лоу лоу ну короче это вся параша блять оверхед блять ну и проще то есть короче файтинг терминология судя по логике это просто английский язык то есть понимать это вообще все это понятие как фатер терминологии это полный бред выдуманный каким-то дебилом вот и потом слабохарактерными людьми это было подчерпано и теперь внедряется в массы все это полная хуйня абсолютно абсолютнейшая хуйнища которая просто может существовать по этим терминологии как такового вообще нет это обычные английские слова то есть оверхед блять вот сначала хай хай это высоко можете спокойно увидеть вот вы как видите в принципе да то есть сами даже разработчики по переименовывали все переводили в каком-то там видео он говорил о том что типа блять это как-то странно звучит то есть для него странным выглядит перевод текста но не странным выглядит написать английские слова русскими буквами тогда когда люди это вообще не понимают и нет никогда понимать потому что другой язык вот получается то там медиум мид мид такого вообще не существует даже мид есть медиум в английском это типа как средний уровень лов это низ это не лов русскими буквами оверхед 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 это типа как через верх через верх и хед голова типа ну как через голову мол сверху вниз грубо говоря можно так сказать такого слова в русском языке оверхед нету оверхед кстати может он тоже не знает но в русском языке есть буква а не е и в английском языке она считается оверхед оверхед и здесь я не вижу ни одной буквы я вижу оверхед это полный бред даже для чтения и для перевода дальше input input что такое input input импульс или что-ли что-ли что он хотел написать input это типа засунуть блять что-то типа такое input засунь можно перевести путин и будет то же самое то есть если перекинуть да путин будет этот хуй вот засунь в скажем так какой-то не input блять не знаю что это означает вообще никогда такого даже не слышал move что такое move move это действие неужели это сложно перевести начинается начинается move move блять normal зачем горит normal любой даже школьник знает что это нормально normal там обычно или нормально там то есть те даже обычно есть более корректное английское слово но тем не менее хитбокс 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 понимаете то есть да хуй опять же блять набор хитбокс это что такое хитовый бокс или что боксирование хитами какими-то музыкальными или что что такое хитбокс русскими буквами и так далее можно тут всякие увидите другие слова вул бокс блять вул что такое лисица что ли какая-то фрейм блять а чё фрейм это уже переведено как кадр вот я не могу понять а пиши фрейм фрейм странно как-то блять актив рековери рековер блять паниш чё тут теперь наказание пиши уже пунишь то есть как-то блять по дебильному это все выглядит он не знаю вся эта терминология реально никогда ею вообще не заморачивайтесь а если для вас есть какая-то проблема ребят значит данный стиль просто не для вас играйте по-своему не знаю там оно вам в принципе нахуй не надо для того чтобы ну вам вот это все надо всю эту парашу запоминать забивать себе голову голову только для того чтобы потом смотреть видео уроки от дженикуса или еще от кого-то оно вам и нахуй не надо зайдите в игру просто и сами попробуйте и все нахер вам смотреть это видеоролики если там даже вам не могут объяснить по-человечески что как и нажимать какие-то цифры один вперед один назад два чувство бред какие вперед один назад два какие пунишь и какие джампы рекавери и так далее если ты не можешь перевести нахрен ты тогда вообще для русскоязычной аудитории делаешь какие-то обзоры нафига это все делать или переводи или делай тогда обзоры для английской аудитории английской аудитории понятно это и нахуй не надо ну тогда блять я не знаю закрывай канал потому что у тебя получается материал какой-то не только у него и у других которые так скажем так так говорят так делают он получается для какого-то особого узкого круга людей которые их вообще никто не понимает если надо создавать видео отдельно пояснение фатинг терминов нахер надо тогда еще часть 1 то есть за 10 минут это еще даже не все слова человек который учит английский язык оно ему нахуй не надо а другие люди которые скажем так более младшего возраста они это все не понимают ну я им тогда просто посоветую не смотреть эти видео вот и все скажем так ради зрителя даже не удосуживается просто взять и перевести несколько слов вместо того чтобы сказать там да прыжок они говорят джамп вместо того чтобы сказать шаг вперед там да или какой-то я не знаю там подскок вперед там или как оно там правильно да перевести это дэш они этого не могут сказать какие-то там какие-то порки я не знаю они там наверное порнографией какой-то занимаются пан�ж блин то есть нахера горит пан�ж если можно сказать наказание за промах там наказание за еще что то нахера горит лоу если можно сказать нижний удар верхний удар средний удар бьет по верхней дистанции по нижней дистанции или позиции по верхнему уровню по нижнему уровню тогда или просто сказать пробивает там нижний блок там верхний блок на хера вот это просто то что видеть то и писать а если бы они создавали все на японском языке как бы интересно там это все произносилось у кори хоры к которой керри блин или как чтобы это было вообще там был уверен все переводилось так в чем проблема перевести здесь тем более когда этот язык реально не такой тяжелый тем более вот он даже сам пишет переводы в паниш наказание в чем проблема говорить наказание ансейф а тут почему нет перевода и в чем проблема сказать вместо ансейф там небезопасный удар тогда наказуемый удар я не знаю бэйкап бэйкап да потому что пробуждение все-таки какая-то странно звучит но тем не менее можно даже элементарно сказать удар после падения все удар после падения или удар на как там правильно сказать да на вставание что ли как бы это странно не звучало но ребят в английском языке оно звучит не менее странно потому что это в принципе ну это дословный перевод в и кап это реально пробуждение подъем удар на подъеме даже вот так можно сказать нет в этом ничего такого а если для вас это кажется странным то попробуйте перевести тогда фейсбук или apple торговую марку вы очень удивитесь если прийти и сказать такое скажем так на русском языке ну ведь там приходят люди и говорят это на английском языке вполне серьезно так в чем проблема по-русски говорить как бы это странно не звучало это ж это не странность языка это странность уже людей которые создали такие слова и все не надо стыдиться своего языка пока пока что такое плохо полк что за бред вообще пока порка он в такой позе как ты его реально будут пороть джеб в боксе джеб как бы называется джебом да вот там тоже свои проблемы не знаю как перевести джеб стринг потому что стринги блять я не знаю уже женские трусы или что какой стринги стринг херня полная лаунчер файл установки или что лаунчер что за херня блять что он хотел этим сказать лаунчер вообще откуда все это взято я не пойму блин я не видел ни в одной игре ни одного официального скажем так подтверждение всем этим так называемым термином комбо ну комбо есть комбо комбинация блять проблем никаких джагл джунгли какие-то блин тоже непонятная блять тоже на есть под джекти вы блять projectile блять просто спецприем все странно хитконфирм скобочка кунфирм фу в общем полный то бред и мой совет всем уважающим себя людям просто не обращайте внимание на всю эту хуйню играйте для себя и создавайте обозначение реально для себя то есть если вам как-то там хочется называть называйте конечно но скажем так вот запоминать специально все эти названия я вам просто не советую потому что ну это просто бред вы будете выглядеть какую-то умственно отсталый дау если вы будете так разговаривать посмотрите любое видео там дженникуса или кого-то там да ну через слово какой-то бред вообще несет и непонятно вообще чем речь идет но думаю мне вам не надо объяснять иначе скажем так этого видео не было с его стороны видимо не только я это не понимаю но и другие вот поэтому я вам советую этой хуйней не страдать а если вам что-то непонятно просто возьмите в словарь пишите это слово и переведите и проблем не будет вот ладно спасибо за внимание в общем не тут не буду все рассматривать потому что нет смысла оно одно и то же подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки да пишите комментарии если хотите вот скажем так всем до скорых встреч всем пока дары вашей атаки заходили в хит